Культ! 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 Культовод! Действительно, сегодня пятница, 12.05, программа Культ-Поход традиционно открывается, и мы приветствуем слушателей, мы ведущие Светлана Дождевых и Анна Лапшина. Всем доброго дня! Традиционно мы сегодня не только разговариваем с нашими гостями, но и разыгрываем. Прекрасные призы, их у нас очень много. Список мы озвучим чуть позже, традиционно, чуть ближе к середине часа. Ну а сейчас представляем наших гостей. Сегодня мы говорим о проекте Аркавиатского Кремля, проекта, несколько лет мы с ним живем, и, наконец-то, он заканчивается, завершается уже в таком итоговом виде. Вы и мы можем наблюдать то, что получилось, и рассказывать о том, что получилось и как вообще все это происходило. Нам будут сегодня координаторы проекта Томсуэрфест на Вятке Елена Кустова и Светлана Русова. Добрый день. В нашей студии гости. Добрый день. Добрый день. Кто начнет, я думаю, что сначала нужно познакомиться с тем... Да, давайте напомним вообще. Да, и напомним, что такое Томсуэрфест на Вятке, какие задачи, да, и потом уже карки, да? И карки. Наверное, начну я, потому что именно в 2018 году мы с Марией Русиновой решили съездить в Самару, где познакомились с этим проектом впервые. Конечно, когда мы вернулись, у нас была мечта начать, но мы же, на самом деле, мы очень боялись, да, как вообще без ничего, не имея ни команды, ни денег, ни материалов, ни инструментов, вообще начинать что-то ремонтировать. Но всё-таки мы ввязались в эту авантюру, в которой живём уже несколько лет. Томсуэрфест – это фестиваль движения, исторической, восстановления исторических... Реконструкции, реконструкции. Называется «Фестиваль восстановления исторической среды». Это такое официальное название, то есть в чём вообще была главная идея фестиваля, когда в Самаре очень ждали, когда отремонтируют дома на главной улице Самары. И потом несколько энтузиастов решили, а давайте мы что, мы не можем сами покрасить этот дом. И они покрасили один дом, потом второй, потом третий, и так получилась целая улица. И с этого началось это движение, которое сегодня охватывает уже около 70 городов. Елена, я ошибаюсь? Или у меня почему-то ощущение, что изначально речь шла о деревянных зданиях? Дело в том, что, конечно, дерево с ним проще, потому что можно пошкурить волонтёрам, а потом покрасить – это то, что умеет каждый. Когда мы говорим про кирпичное здание, а здесь совсем другая история, потому что здесь нужны уже, ну, как минимум, люди, умеющие это делать. То есть понятно, что, короче, волонтёры могут чистить кирпичи, но, скажем, менять кладку – это уже всё-таки уровень немножко другой. И, конечно, мы тоже искали деревянные дома, это была целая эпопея, полгода мы ходили по городу. Да, Киров не Вологда. Не Вологда, не Томск, не Иркутск, к сожалению. Не Кострома, а не Нижний Новгород. А у нас очень мало сохранилось этих домов, и мы говорили с собственниками. И, знаете, вот все эти годы, сколько мы работаем, мы каждый год ищем деревянный дом. У нас уже были истории, когда мы договаривались с собственниками. На Мопро, по-моему. На Мопро был дом Жукова, на Орловской, да, когда мы уже всё были готовы зайти. Но что-то происходило перед самым фестивалем, и мы ждали снова. Вот, поэтому у нас какие-то всё кирпичные истории. На самом деле это тоже очень интересно, потому что кирпич у нас – это особая такая тема в нашей жизни Том Сойера. И вот так, да, у нас было первое кирпичное здание на Спаско-38, двухэтажное здание. Здесь было очень далеко от нас. Да, середина как раз XIX века, в котором мы просидели пять месяцев на лесах. Ежедневно, я помню, это была такая, какая-то очень такая история, после чего хотелось подумать, что мы с этой историей завершили уже и больше никогда не будем и начинать. Как-то это было очень так серьёзно. Вот, а потом мы искали дом. Ну, вот пока мы искали дом, у нас была серия субботников около объектов культурного наследия, когда мы просто расчищали от завалов, от мусора, от деревьев, эти объекты, потому что... Вот я помню, дом Лебедева, да, на Дериндеево, по-моему. Дом Лебедева, у нас есть три дома Джамухадзе, да, по городу, который мы тоже расчищали. С лепниной. С лепниной, да. И вот это тоже был очень важный момент, потому что, на самом деле, ведь цель фестиваля – это не просто взять и что-то отремонтировать. Это может сделать и город, и область, и кто угодно, да. А именно... Если захочет. Если захочет. Если докажет, что да, мы нашли на это деньги, там решим кучу проблем. Но всё-таки оно может. А вот здесь именно это проект вовлечения людей как раз в тему культурного наследия. То есть сказать, что это здорово, это классно, это интересно, это важно сохранять. Вот. А для этого он должен сам прийти, хотя бы почистить один кирпич и почувствовать, да, вот это как бы соприкосновение с историей. Сопричастность. И вот за пять лет сейчас какая команда собралась, сколько человек участвует в вашем движении? Дело в том, что надо понимать, что у любой команды есть ядро. Ядро, оно никогда не бывает большим, да. У нас, скажем так, вот самое ядро, да, это, наверное, пять человек, которые постоянно в контакте, постоянно взаимодействуют со званием. Мы всё буквально там сейчас по-клинически каждый день, вот. А в сезон-зон участвует примерно 50 человек у нас. Ну, это приходят новые люди, приходят, например, кто-то на один объект пришёл, кто-то на другой объект пришёл. Там местные жители подключаются, ну, или как бы жители близлежащих домов. Кстати, как они вообще реагируют на активистов, которые появляются рядом? Это же, ну, как бы шум, некоторые неудобства, да, наверное, вот эти работы создают. Вот Светлана призналась, что она жила рядом как раз, жила в одном объекте культурного наследия, да, и сейчас работает как раз с аркой, которая находилась рядом, да? Да, это моё любимое место, и можно сказать, когда я увидела объявление, я пришла в Томсуэрфест как раз в день, первый день, когда начали расчищать вид на Трифонов монастырь. И это было моё такое первое знакомство с Томсуэрфестом, и с этого всё началось. Это было в 2020 году, я даже помню дату, 8 августа, вот. И, конечно, в этот же день у нас с дома 28-го жители подходили, были конфликтные ситуации. Они, скорее всего, из страха боялись, что это вот привлечение народа, привлечение вообще внимания к этому месту может чем-то им навредить. Ну, так как мы показали себя, что мы такие и хорошие, и несём радость, и красоту в это место, ну, сейчас у нас очень прекрасные отношения с жителями. А я помню, кстати, проект с Аркавиатского Кремля, когда начинался, и приходили как раз в нашу студию, по-моему, вот Лена с Марией Русиной, вы рассказывали про него, да? Как раз тогда говорили про местных жителей, которые чем были недовольны? Они говорили, вы сейчас тут уберёте все кусты и деревья, и тут начнут, значит, всякие товарищи, асоциальные элементы собираться. Значит, у нас тут всё заросло, никто пролезть не может, и слава богу. Как-то так было, да? Ну, там, на самом деле, было гораздо интереснее, потому что асоциальные элементы там постоянно пребывали, потому что там было тихо, спокойно, никто не ходил, им не мешал, и вот, по сути, по тому мусору, который мы убирали, там они как раз проводили очень много времени. Вот сейчас тоже такие товарищи бывают, кое-что оставляют, но их стало в разы меньше, потому что постоянно идут группы туристов, а когда группы туристов, тут уже спокойно не посидишь и душевно не поговоришь, как бы, да, вот. Поэтому их стало гораздо меньше, оно стало гораздо более открытым в этом отношении и спокойным. Даже, я думаю, само место, то, что здесь красиво, то, что посажены цветы, и место вдохновляет, люди иногда даже боятся кинуть бумажку, намусорить и испортить это место, я думаю, в этом ещё тоже суть есть. Ну вот мы перешли уже логично, да, к истории арки Вятского Кремля, да, и вот читаем, да, официальное открытие состоится 1 октября, то есть к 1 октября всё будет завершено, да? Нет, 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 это какая-то ошибочная информация, не знаю, кто её запустил. Центр развития туризма, насколько я понимаю. Они сказали, к 1 октября завершатся работы. Ну вот и во всех СМИ написано. Да, поэтому нам уже звонили, спрашивали, а что всё переносится, потому что у нас обещал быть глава администрации города, да, и там уже звонили из администрации, что у вас всё перенеслось, и нет. Дело в том, что у нас в это воскресенье, 24 сентября, в 11 часов, упает официальное открытие. Это, видимо, мы просто писали давно, когда мы не знали, когда мы закончим, видимо, эта дата осталась, а так мы уже завершаем на этой неделе, вот буквально у нас остаётся 2 дня, мы доделываем железную крышу. Вот, и прибираем это место в субботу, кстати говоря, вот если у вас будет желание кого-то прийти, мы будем очень рады, нужны будут руки. Завтра? Завтра, да, с 11 часов мы будем там, наверное, весь день, и уже на следующий день у нас будет открытие. Открытие подразумевает какие-то мероприятия, что-то, активности какие-то? Будет небольшой концерт, будет викторина про наше движение, поэтому можно полистать наши как раз паблики там, да, какие у нас есть. Поизучать нашу немножко историю, и будут небольшие призы тоже от нас. Я прошу прощения, мы должны это сделать, возрастное ограничение назвать завтрашнего мероприятия. Ну, я так понимаю, что нет возрастных ограничений. У нас всё, да, да, у нас всё прекрасно, поэтому. Немножко из истории арки Вятского Кремля, да, здесь вопросы разные возникали. Ой, подождите, а я спрошу, а вообще у меня ощущение, что это случайно получилось, но я помню примерно, как это происходило, то есть искали-искали объект новый, да, для приложения усилий Тонсорфеста. Вот тогда эта история с домом на Мопро, да, не срослась, когда не могли понять, собственник там даст, не даст разрешение. И вот эту арку увидели и начали делать. Как-то случайно совпал ли работа на свежем воздухе и ковид. Вот, вот, то есть не внутри помещения, а на открытом воздухе можно было собираться в 20-м году, в 21-м году. Мы вчера просто ковид вспоминали в развороте. Насколько мне известно, арка и вообще это место, оно было достаточно давно известно, вот, и встречается и на фотографиях где-то советского периода, да. Но в какой момент вот обратили на неё такое внимание, что надо с ней уже что-то делать? Почему именно до 20-го года, вот в 20-м году так всё сошлось? История, наверное, связана именно со мной, потому что в 19-м году Алексей Фоминых предложил снять сюжет мне, как раз про эту арку. Я к своему стыду там, в этого раза не была ни разу. Вот я тоже помню, что у Алексея Фоминых впервые появляются, вот появляются и сюжеты, и фотографии именно этой арки. Он о ней писал, то есть... Он тогда мне привел к этому месту и говорит, расскажи, как историк про это место, про это... Я просто, да, я, конечно, знала, но я не знала, что он сохранился, этот фрагмент. Тогда, конечно, там была такая помойка очень страшная. Я помню, мы смогли пройти через заросли, наверное, только лишь на метр или на полтора от выхода. То есть давайте тем, кто ещё не был, объясним. Это между двумя домами. Между Динамо-Скорреса. 26 и 28. Да, то есть когда вы идёте сначала к вечному огню, потом поворачиваете как раз в сторону духовной консистории, её обходите как раз, и видите эти два дома, между которыми находится наш проход к нашей арке. И вот этот проём между двумя домами, он как раз был заросший, заваленный мусором, ещё чем-то. И вот там, ну как бы на склоне, да, в проёме росли кусты, кусты, кусты. Пройти там было невозможно. Даже кто у меня там живёт в соседних домах, мы туда даже близко не подходим, место страшное. Я тоже это помню, этот момент, когда я тоже увидела сюжет у Алексея. Это было где-то, наверное, да, больше трёх лет назад. Я тоже попыталась найти самостоятельно это место. Оно вызывало... Ну, ты чувствовала, что здесь, да, вот здесь красиво, да, история, да, но место было абсолютно неблагоустроено, конечно. И, кстати говоря, вот я тогда помню, когда мы взяли впервые, я предложила этот объект, мы думали просто восстановить кладку, то есть о том, что мы будем расчищать несколько лет это место, деревьев, я даже не предполагала. И там оставались вот как раз элементы, да, вот этой вот стены. Что это за стена? Что за стена? Да, давайте расскажем историю этой стены. Стена, на самом деле, история её уходит вот немножко вглубь, надо обратиться, потому что само место, это место Вятского Кремля. Даже не Вятского, а Хвиновского Кремля, будем более тут точными, да. И изначально эта стена, которая ограждала Кремль, она была деревянной, но в XVIII веке было два очень крупных пожара, в 700 году и в 752 году. И уже в 20-е годы XVIII века начинает как раз строиться стена из кирпича, по крайней мере, вот так вот говорят нам архивные документы. Вот, ну, это были фрагменты. Когда был построен именно этот фрагмент, это большой вопрос. Но, судя по стилистике, по размеру кирпича, я думаю, что это рубеж XVIII-XIX век, когда как раз он створил Росляков, известный архитектор. Да, возможно, что это был даже его проект, возможно. Конечно. И почему она имеет такое довольное название, нас тоже все мучают этим вопросом. Всё-таки, как правильно, это арка Вятского Кремля или фрагмент архиерейского подворья. Дело в том, что когда начала возводиться стена, ещё это был Кремль XVIII веке, и там был воеводный жил, это был административный центр и духовный одновременно. Но потихонечку воеводы съезжают с этого места, да, остаётся архиерей, который это место обустраивает. Здесь появляется кафедральный собор, духовная консистория, архиерейский дом, конюшни. В XIX веке уже появляется дом певчих, дом служителей архиерейских. И вот так оно и становится архиерейским подворьем. Поэтому, наверное, не будет большой ошибкой называть и так, и так, потому что это и стена бывшего Кремля, фактически, да. Ну, наверное, более правильное всё-таки архиерейского подворья. К тому же, наверное, когда появилась эта каменная стена, скорее всего, ну, может быть, в простой народне, да, в простой речи её и называли, да, там, Кремлём. Вполне возможно. Как мы сейчас. Так. Вот, и в чём ценность этой стены? Где остальные фрагменты, что-то ещё сохранилось? Это вообще-то единственный, да, такой вот? Да, может быть, где-то что-то ещё. Думаю, что да. И там, если просто люди внимательные, думаю, кто будет экскурсии, мы об этом рассказываем. Дело в том, что часть этой стены ушла в соседний дом, где как раз был дом архиерейских певчих. Певчих. Нет? Служителей. Служителей. Служителей, который 28-й дом. И если мы посмотрим, как раз в конце есть вот это, как раз, самое вот это такое полукружие. Свод такой, да. Свод, потому что именно по этому полукружию мы и делали короскопии вот над нашим фрагментом. То есть эти полукружие, они шли вдоль всей стены. Угу. Вот, но впоследствии, когда уже делали эту стену, там все украшения были сбиты. Вот, но какие-то элементы, это обидно, где находились контрфорсы, например, там, да, на этой стене. То есть можно подойти прямо около этого дома и изучить, как она выглядела, стена. То есть, в принципе, одна из стен как раз этого ограждения, она стала стеной дома. Пожалуй, что, наверное, и все. Но, может быть, знаете вы, Светлана, больше меня здесь. Нет, я, у меня есть документ, да, в котором обозначены, то есть эта стена была непростая. Она же еще была с башнями, с очень красивыми, да. И эти башенки стояли на месте, как говорят, на месте башен, которые были башней еще деревянного Кремля. Вот, и есть документ у меня 35-го года, где еще обозначена эта стена. То есть эта стена, она находилась у нас до 35-го года, и там написана стена, и места этих башен тоже обозначены, и стена написана разбирается. То есть она с 35-го года, получается, у нас разбиралась, ну, вот максимум, ну, там, до 37-го. А зачем? Для строительства домов Кика. А, то есть нужны были кирпичи? Да, нужны были кирпичи, и вот сейчас у нас там как раз на территории Вечного Огня, да, вот эти два дома Кика, край исполкома, да, дом номер один и дом номер два. Вот сейчас в них сбивают штукатурку, и там открылась, конечно, очень интересная история. Вот эти вот два дома, справа и слева от Вечного Огня, это они, да? Да, это они, да, и их закладывают в 35-м году, и у меня как раз карта как раз обозначена, где и когда дом закладывали. То есть чтобы далеко не воздеть кирпичи. Всё верно, да. Они прямо тут и разбирались. И вот сейчас дома, да, сняли штукатурку, и прямо видно цоколь. Любой специалист скажет, что это церковные кирпичи, которые там в цоколе идут полностью там дома. Потому что мы ещё смотрим так, похоже, я хожу, смотрю, думаю, как вот прямо, как будто у нас на ручке кирпичи. Да, да, да. Ну вот, потому что разбирают эту стену, разбирают башни и используют для строительства этих домов. Такое вот... Я даже не знаю, как это... Это нормально, в Уст-Пенском монастыре Буаграда её также разобрали, все почти что постройки, там все башни ведь были тоже разобраны. Вот, и получается, да, это единственный фрагмент, который сохранился, поэтому к нему такое вот сейчас пристальное внимание. И вообще замечательно, что вы взялись за этот проект, что довели его и восстановили. Давайте про работы поговорим. Да, про работы. Мы сейчас про старинный кирпич-то заговорили, и я вспоминаю тоже, да. Может быть, какая-то специфика есть работы с этим старинным кирпичом. Ну, всё-таки каменщики сейчас работают там со стандартным 25 сантиметров, а церковный кирпич, он же совершенно другой, да. Да, он там 27, я помню, что... Приходилось... 32. 32, да. Вы же восстанавливали её как раз, используя, да, какие-то вот строительные материалы, старинные. Да, откуда брали, как собирали, расскажите. Три дома у нас, как раз, вот почему так долго? Почему три года, да? Почему, да, почему так долго? Потому что надо было набрать около 2000 кирпичей старых на эту арку. То есть у нас, когда мы занимались в Пасхе, в 18, там надо было 300 кирпичей сравнить. Ничего себе, оказалось, вот чуть-чуть, вроде бы чуть-чуть арку только закрыли, да. Дело в том, что сама стена была сильно разрушена. Если вы обратите внимание, там фотографии будут старые, новые у нас на выставке, да, вы увидите, то есть там ещё, по сути дела, появляется ещё один свой кирпича старого, но как раз положено уже сейчас, потому что он просто был разрушен полностью. Вот, это дом был на Урисково, буквально вот весной мы собирали. До этого у нас ещё был дом около пожарки на Свободы и дом на Ленина 110, если я не ошибаюсь. Адрес как раз недалеко от Петинститута нашего родного. Вот, там тоже дом разбирался, кстати, в старинных. Вот это были постройки первой половины, в основном XIX века. Это, ну, такое было чисто ваше личное пожелание, ведь, наверное, использовать исторический материал, да, так, в принципе, реконструкция или... То есть объект не является же, я так понимаю, да, никаким там... Слава богу, нет. ...ни памятника. Он не является, но для нас, для Томсуэрфеста, для самого фестиваля, очень важно использовать материалы именно старинные, с той энергетикой, которая именно присутствовала. Потому что и в саму кладку, если делать вычинку, надо, чтобы кирпич подходил. Ну, делать что? Вычинка, это значит, вычищается старый кирпич, который уже разрушился временем. Ага, вынимается, да, такая ямка делается, и в эту нишу закладывается новый. Да, в эту нишу закладывается новый, но так как он должен подходить по размерам, чтобы было всё красиво. Чтобы не цементом эти дырочки заделывать, да. Ну, и да, и тем более ещё этот раствор, мы специально делали раствор и больше извести добавляли, чтобы, потому что у нас тут тоже был такой опыт, не очень хороший, когда на цементе положили несколько кирпичей, и на следующий год пошли трещины. Несовместим материал старинный, и должен и раствор быть старинный. А слушайте, а раствор старинный, он не с цементом был, да? Ну, чуть-чуть добавляли цемента, но больше извести, да, потому что кирпич, он тоже своё свойство, и такой плотный, не такой сильно пористый, как сейчас настоящий кирпич. А, то есть они тяжелее, да, вот эти кирпичи, которые, старинные кирпичи, они тяжелее, чем современный красный кирпич, потому что современный красный кирпич, он вообще такой, быстро разрушается. Расскажите, какие-то истории с вот этими кирпичами историческими находили интересное? Ну, знаете же, бывает, какие-нибудь там... Даты, отпечатки, животные... Всё, да, нас собрали все клады. Нам оставили только, на самом деле, кирпичи интересные, мы тоже интересовались там, что за такие метки, там, точечки, там, да, вот... Ага, палочки. Линии, палочки перпендикулярные, прямые такие. Это счётные знаки были, да, их у нас собрала целая коллекция, мы всё мечтаем в нашем музее, конечно. Вот, я думаю, что мы так... Ну, мы каждый раз показываем, вот, и Светлана показывает на экскурсиях, да, там, когда есть, да, там есть лапки собачки, есть там руки, потому что всё это была ручная работа. То есть, когда вот ты их трогаешь, ты чувствуешь человека вот той эпохи, да, можно взять и выложить свою ручку, да, например, вот в руку того мастера, который делал этот кирпич, это здорово. То есть, ручная работа прямо вот из глины они делались, да, кирпичи, то есть, вот, заливали форму и сушили, и пока сушили, значит, оставляли... И пока сушили, да, на производство могли забежать кто угодно, и кошечки, и собачки, и крысы, вот, и всё это потом находят. И это действительно я видела в музеях, вот в Калининградск ездила, да, вот в Калининград в августе, и там отдельная прямо экспозиция посвящена тем интересным кирпичам, которые найдены были в Калининграде. И там, ой, это, или это было, уже забыла, или в Зеленогорске... Ну, в общем, Калининградская область. Область, да. И вот там различные там, и даже какие-то копыта, и где-то есть, в общем, куда только кирпич не попадал. Поэтому я думаю, это интересная будет экспозиция, рассказывающая о нашем городе, вот какие-то такие нюансы. Вот. Что ещё нужно доделать? Нужна ли ещё какая-то вам помощь? Расскажите. Нам осталось доделать крышу, покрыть её железом, чтобы буквально... Крышу над стеной, чтобы кирпичи не разрушились. Да, и нам надо будет прибраться, я уже сказала, в субботу. И следующая, конечно, очень важная задача, а как это место будет жить после нас? Да-да-да, наполнять же надо. Нас это очень волнует, и здесь есть такая идея сделать как раз, тоже соединить её с улицей Спаской, чтобы она выходила уже к месту, где находится лестница, вот, то есть чтобы это была тоже прогулочная зона около Засорского оврага. Так, туристический маршрут. А там возможно подняться с улицы? Да, с улицы. Ну, то есть это же вид, это же вид, получается? Там нет, невозможно. Вдоль 28-го дома по краешку можно пройти. Там тропиночка есть, да? Да, тропиночка есть. Вот сейчас тоже ведутся обсуждения, да, как это сделать лучше. И можно будет пройти к лестнице, которая от вечного огня ведёт вниз. Да-да-да, и вниз можно было спуститься. Так, конечно, не все пытаются вот напрямую пройти. И с жителями дома я разговаривала, с самыми старыми жителями. Они говорят, да, раньше тут была дорога, мы так и спускались туда вниз, и с детьми. Но сейчас там внизу частная территория и забор. Поэтому, пожалуйста, не спускайтесь. Во-первых, тут очень опасно. Очень крутой сколон, да? Не попадёте, не выйдете, там придётся вам под заборами ползать. Очень опасно. Так что пока на данный момент здесь не будет дороги. Она будет только вот в обход вдоль по склону к лестнице. Но пока появился указатель, да? Тоже я видела, что появился указатель для гостей, для туристов, который предлагает свернуть, да, когда вы идёте... С Московской, да. Да, с Московской улицы, когда вы идёте к Вечному огню, предлагают свернуть к Аркевецкого Кремля. Ну, на самом деле, этот объект начал жить вот с момента практически. Как только вот расчистили тропиночку туда, к выходу, он так и начал жить. То есть ещё никаких там работ таких больших строительных не влось. Туристы уже ходили, потому что уже сказали, а, это самый классный вид, который был на Трихонов монастырь. Потому что с лестницей как-то вот по-другому всё-таки нравится. Этот вид и фотографии в интернете мелькали, люди приходили. Я в этом году почти что всё лето тут была, сопровождала тут работы. Не то что контролировала. Вот, и люди приходили, много было туристов. Мне вот очень понравилось, что люди приходят и говорят, наконец-то мы нашли это место. Но я кого-то, может быть, сказать, даже ловила. Где-то тут недалеко, да, они не могли найти. И говорили, да, мы видели фото. Не знаем, как туда пройти. Даже есть точка на карте, и кто-то не мог найти. Ой, от этого только лучше. Потому что это эффект поиска, эффект неожиданности, да, открытие. Неконец-то они нашли это место, да. Да, это даже ещё бонус дополнительно этому памятнику. И в этом году очень много было туристов частных, ну, кто сами по себе ищет, сами по себе ходят. И очень было интересно, что люди интересуются именно историей. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ